здравствуйте товарищи очередное видео из рубрики письма рабочих перед этим я наверное зачитаю одно один комментарий который мне попался в одном из батлов я уж честно не помню в каком именно я не выделял их особо по моему во втором значит сам комментарий был такой андрей янсен если я не ошибаюсь и так это звучит его имя и фамилия значит пока попов трясется со своими фабрично заводскими рабочими авангардом класса в кавычках этот самый авангард участвует в эксплуатации природных и трудовых ресурсов получая при этом шикарные зарплаты и никакой солидарности там нету эта категория зашевелится только если зарплаты катастрофически упадут все эти нефтяники бесконечные газовщики рабочие в пк спевшиеся с буржуазии плющий на стальной пролетариат классное сознание у них представлено самой меньшей мере никакой они не авангард и никого за собой не поведут вот это комментарий который был к батлам значит почему я его зачитал вы я думаю узнаете чуть попозже когда я вам зачитаю самого письмо от одного из рабочих как раз она будет связано с этим комментариям немножко вот хотя это события разные они друг другом пересекать столько по случаю именно вот этих бесконечных нефтяников скажем так значит мне пришло письмо от одного из товарищей с таким ником рус тире нмз буду я зачитывать полностью как есть без всяких исправлений но единственное что естественно что тут и нет особо никаких упоминаний конкретных лиц поэтому я думаю что можно зачитать полностью сохранением всего всего текста значит что он мне собственно прислал дорогого времени суток товарищ хотелось бы поделиться с вами о том месте работы где и как работаю очень хотелось бы подтвердить это фотографиями но не могу дело в том что наша работодатель частная заключила с нами доп соглашение коллективного договора на предметное распространение фото и видео в сети интернет ну это комментарий мой это бывает такое явление особенно часто если посмотреть вот записи нефтяников различных водителей которые в севере работают у них есть запрет там на съемку конкретных объектов по нефтедобычи там газодобычи прочее определенные места они там им запрещают фотографировать и вплоть до того что потом возникают неприятные последствия для них поэтому это нормальное явление для тех мест скажем так для той отрасли в которой работает человек продолжаем как уже сказал выше это частная компания в нефти и газовом секторе занимающийся добычей переработкой нефти сейчас многие могут усомниться что может сказать нефтяник на что он может пожаловаться ведь это отрасль двигатель в кавычках экономики сразу вас разочарую это вторая моя нефтяная компания первая была государственным участием и там не лучше вот как раз сейчас по комментарию поэтому про зарплаты многие думают что нефтяники много получают это не так рабочий из любой нефтяной нефтесервисных подрядных субподрядных от организаций и компании получают в среднем по области и ниже нужно разделять нефтяников на рабочих те кто непосредственно занят на производстве работает физическим трудом администрации управления а также владельцев компаний топ-менеджеров совета директоров и так далее те кто сидит в москве санкт-петербурге или за границей вот эти три разные группы нефтяников с разным уровнем достатка однажды давным-давно приезжала делегация из москвы очень солидные серьезные люди так вот при личном общении на собрании они выразились что мы нефтяниками не являемся являются они а мы обслуживающий персонал если честно то рабочие в нефтянке редко называют себя нефтяниками скорее они подсознательно чувствуют себя обслугой обслугой потому что надо рабочим висит огромный раздутый аппарат управления это такие же наемные рабочие на профессионально выше грубо говоря с высшим образованием родственники руководителей я здесь пометку сделаю небольшую ну так же вот это как раз так таких рабочих раньше собственные да и сейчас принято называть рабочий аристократии то есть у них высокая квалификация ну либо высокое положение в иерархии компаний то есть это не просто рабочий который там с гаечным ключом работать или на автомобиле или еще что то то есть связано с физическим трудом как правило более высокий ранг облада имеют и работают офисах как правило в крупных городах размещенные то есть это менеджеры такого среднего и высшего звена все управление руководство то есть вот это по сути ну и плюс какие-то редкие специальности которые в которых высокая как конкуренция отсутствует между работниками одинаковыми да то есть и соответственно их зарплата просто выше в связи с тем что их просто мало этих работников специалистов а специалисты они естественно нужны то есть невозможно дилетанту например там запускать буровую да или нефтяную скважину устанавливать на нее оборудование то есть это требует квалификации с левым дипломом вы просто приведет это все катастрофе скорее всего так же как и пилот например он не может купить то есть он может купить конечно лицензию лет но если он сядет за штурвал самолета то катастрофа практически неизбежно поэтому здесь тоже самое то есть это чисто менеджмент вот рабочая такая аристократия но такой термин применяется и в литературе используется во многой вот поэтому таким образом продолжаем это огромная тяжесть значит это также наемные рабочие но профессионально выше это огромная тяжесть это натаскивание на без инициативность на безмолвие на безропотное подчинение это касается и нефтяных и нефтесервисных компаний отношение и борьба складывается с конфликтом внутри коллектива так как мы не видим владельца небольшие региональные нефтесервисные компании имеют конфликты в плоскости коллектив владелец рабочий процесс мы часто слышим по телевизору научно-техническом процессе процессе но здесь имеется ввиду не процесса прогресс скорее автоматизация роботизации так далее ничего этого мы на себе не ощущаем если у нас как передовой отрасли имеющий огромные прибыли этого нет тогда вопрос где они есть оборудование очень старые советских и девяностых годов телеметрия то что называется автоматизация находится на втором уровне всего их 5 все техническое оснащение сводится к наращиванию контроля над рабочим персоналом камеры видеонаблюдения маячки журналы и так далее снабжение оборудованием деталями ремонта да даже средствами индивидуальной защиты спецодежды просто ужасно компании на всем экономят в компаниях подрядных ситуации еще хуже водители электрики слесаря кипы а строители бригады капитального ремонта скважин и так далее годами не получает спецодежда зачастую сами покупать себе все самое необходимое из-за того что будут штрафные санкции от компании заказчика вообще тема штрафа в отдельное так ну по поводу опять же рабочего процесса да на самом деле я это тоже наблюдаю и не и довольно часто когда оборудование действительно используется выжимается из оборудования все что можно она довольно старая вот еще из советских времен и из 90-х действительно но вот его используют до выжимают до предела соответственно даже вот на токарке это можно понять потому что старое оборудование соответственно износ там пресс-форму износ самого оборудования би и дополнительные биения различные дисбалансы погрешность добавляется и соответственно получается что производит производимая продукция уже тоже качество имеет более низкая модернизация но опять же наверняка где-то что-то производим модернизируют где-то внедряют автоматизацию роботизацию да ну то есть конечно это присутствует но как видите не везде далеко не везде и как бы не хотелось вот рассказываю видеть такое будущее да что вот она скоро наступит с роботами автоматами и прочим что человек там будет только кнопку нажимать но к сожалению пока это в россии по крайней мере до этого еще далеко по крайней мере в определенных отраслях ну и опять же тут надо понимать что у нас сейчас помимо всего прочего в нефтянку вводятся санкции против нефтяных компаний различных добывающих перерабатывающих перерабатывающих мало на самом деле не так много у нас в основном сырье то есть сырье низкого передела отправляется за границу поэтому эти компании попадают под санкции соответственно они не могут закупать оборудование определенное в за границей она все импортно практически у нас нет своих технологий у нас нет там своих танкеров которые можно перед перевозить нефтяные нефтепродукты нет своих бурильных установок там и прочего прочих прочего оборудования и поэтому все это накладывается и у нас отставание происходит и постепенно все больше и больше износ оборудования опять же не позволяет не повышение производительности труда производить не и затраты на его ремонт опять же постоянно растут амортизация его износ поэтому это все к сожалению так хотя опять же повторюсь что где-то наверняка и новые открывает что-то но это капля в море скорее всего все остальное это изношенный парк станков оборудования установок поэтому тут сожалению все все вот так вот как в этом письме написано примерно есть вот значит следующее продолжаю компания заказчик проводит тендер это как раз уже по поводу того как выигрываются тендер на разработку и прочее компания заказчик проводит тендер уже на этапе тендера начинается неимоверная коррупция выигрывает организация предложившая либо больший откат либо снижает стоимость работ ниже минимума и в том и в другом случае компании начинают экономить и в первую очередь на рабочих немного друзей поезжали на север в кавычках в одежде заработать там больше ну и там все то же самое компания заказчика имеет целое управление отделы по возврату денежных средств отданных подрядчиком от начала работы до приемки выполнены работы штрафы ложатся буквально на все выписывают на рабочего допустившего проступок и на юридическое лицо которое в конечном итоге ложится на рабочего либо коллектив в целом из-за нежелания платить с прибыли капиталистами компания заказчик требует от своего коллектива выписывать штрафы внутри своего коллектива подтверждает и материально поддерживает и материально ну да тут на самом деле тендер у нас зачастую так происходит когда во первых в тендере участвует это несколько вариантов тендере может участвовать например несколько компаний которые по сути являются собственник у них один в итоге один собственник но несколько компаний они якобы между собой борются конкурируют и в итоге тендер выигрывается в любом случае той компании, которая, ну, то есть там можно регулировать. Одной предложить более выгодные условия, другой менее выгодные, и в итоге выиграть та компания, которая нужна. Это первый момент. Потом можно, опять же, действительно снизить стоимость, то есть конечную стоимость контракта, просто опустить ниже той, которая, ну, просто рентабельно, да, то есть ниже себестоимости, по сути, и выиграть таким образом. Потому что, ну, любая здравомыслящая компания, она просто не станет опускать стоимость ниже, то есть она должна получить прибыль с этого хотя бы какую-то, либо хотя бы в нули выйти. Так, иначе они просто, то есть в нули хотя бы это для того, чтобы сохранить, ну, как клиента там, или войти в эту, в определенную, как бы, долю рынка там занять, чтобы, то есть именно хотя бы в ноль выйти, а потом уже можно там развиваться, как-то крутиться уже дальше, потому что будет уже, как послужной список определенный. Вот, ну и либо, опять же, откат закладывается, соответственно, потом принимается решение, там же тоже принимается решение конкурсное, оно не то, что там минимальная цена, там целый перечень документов нужно сдать там определенный, то есть чуть документ какой-то не сдали, все, компания пролетела, а тот, кто сдал, либо записывается заранее какое-то требование, которое не все могут выполнить, тоже ограничение происходит. Поэтому с тендерами, да, эта ситуация, она везде такая, и сколько, вот можно посмотреть даже из новостных источников, сколько у нас всяких тендеров, и вы, как бы, бюджетных даже, да, то есть те организации, которые бюджетные, там, Министерство обороны, там, Министерство образования, здравоохранения, где эти тендеры просто в итоге на тендерах очень большое количество денег, денежных средств просто в никуда уходит, ну, в никуда, то есть она не уходит на пользу самой отрасли. Вот, это то, что касается, значит, тендеров. Ну а компенсировать это, естественно, приходится, чем? Нанимать низкоквалифицированную рабочую силу за бесценок, либо вообще их там, людей просто не оплачивать им в итоге, то есть кидать их таким образом, либо сдирать с них штрафы, ну, соответственно, опять же, компенсируя свои, недостачу свою. Поэтому, да, это, к сожалению, вот таким образом устроено и не только в нефтянке, но и во многих других отраслях. Продолжаем. Справедливости ради хочется сказать, что в нашей организации нет задержек по заработной плате, остались некоторые социальные блага в виде различных программ, чего опять-таки не скажешь о трудящихся в нефтесервисных подрядных компаниях. Капиталисты экономят на социальных программах трудящихся и на заработной плате. Профсоюза в этих организациях нет нигде абсолютно. Защищать рабочему некому. Трудовой инспекции никто не верит, и заявления туда никто не пишет. Честно говоря, наличие профсоюза у нас в компании не решает никакой проблемы. Оно полностью зависит от администрации. Так что, по сути, в этом мы схожи, защищать, кроме нас самих, некому. Да, вот, собственно, на этом письмо заканчивается. Такой позитивный, немножко позитивный, немножко грустный ноте. Значит, да, по сути, часть благ, это действительно так, они остаются во многих... У нас тоже, на самом деле, есть определенный набор благ, которые имеются. То есть, сохранились благодаря завоеваниям октября, собственно, и имеются некоторые, так скажем, еще пока радости у рабочего в этом плане. Но сам капитализм, он предусматривает повышение прибыли, поэтому рост прибыли, а за счет чего она может быть реализована, если спрос у нас не растет, значит, за счет трудящихся в том числе. Ну и в принципе, это же трудящиеся создают прибавочную стоимость, поэтому все за счет трудящихся и делается. И от этих благ постепенно будут избавляться, потому что это висит тяжелым грузом на капиталистах. Они этого не хотят на буршуях. Уже санатории всякие, да, вот эти вот и ведомственные поликлиники, это все постепенно уходит. А профсоюзы, профсоюзы уже, видимо, скоро и путевки перестанут выдавать, потому что, ну, просто некуда будет особо ехать, и стоимость путевок слишком высока будет для профсоюзов. Ну, а то, что они карманные, это понятно очень зачастую. Это тоже из органа, который, из органа такой борьбы трудящихся превратился, организованной борьбы трудящихся превратился постепенно. Вот в глазах рабочих, да, в орган, который нужен для того, чтобы получить путевку или какую-то еще такую мелкую, мелкую такую прибавку себе, мелкий такой плюсик. Собственно, и все. Ну, естественно, что они карманные, они зависят от работодателя, от собственника компании, потому что он их содержит, он им платит, и какие-то определенные дополнительные бонусы, видимо, не имеют. Поэтому тут что нужно говорить? Если профсоюз такой плохой или его вообще нет, то нужно самим организовываться в профсоюз. Если у вас сознание у рабочих имеется, если есть осознание того, что за свои права нужно бороться, нужно организовываться. Нужно организовываться самим и подтягивать людей к себе, потому что видно, что, понятно, что многие люди не готовы, то есть не видят перспективы, не видят, как не верят в то, что могут победить, не могут, не верят, что могут состоять свои права. Но, тем не менее, это не так. На самом деле борьба все равно ведет в конечном итоге к, по крайней мере, к организации вас, как рабочего коллектива, как рабочего класса, осознание своих интересов, к разрушению иллюзий о том, что, о том состоянии окружающей действительности, которое у многих есть, что может кто-то там вам помочь из капиталистов же этих, пойдут вам навстречу просто так. Нет, не пойдут, все это в борьбе, всегда будет добываться. Восьмичасовой рабочий день в свое время был достигнут в борьбе, и так же все остальное. Отпуска, компенсации за тяжелые условия труда, тяжелые условия труда, за сложность и вредность производства и прочее. дополнительные сутки, дни к отпускам, это все не просто так взялось. Капиталисты это вам на блюдечке не принесут, поэтому организовываться нужно в свои профсоюзы тогда альтернативные. И не бояться, главное, освещать это все, подключать партийные организации, партии, движения, им это тоже на пользу пойдет, будет видеть, во-первых, что происходит более полно и, соответственно, учиться тоже, потому что теория-теория, но теория без практики это так же, как и практика без теории, она не даст нужного результата. По поводу, могу уже в заключение сказать, что на самом деле сейчас у меня на контроле, ну как на контроле, точнее в моей семье, скажем так, ведется как раз борьба по поводу незаконного, точнее как попытки увольнения по собственному желанию, сокращения, как я это называю, сокращения по собственному желанию. То есть пытаются сократить человека, который, ну, должность его хотят сократить, но так, чтобы человек ушел сам. Поэтому я сейчас тоже с этим веду, мы, точнее, ведем борьбу. Ну, о ней я расскажу, так, анонс я о ней расскажу, когда уже событие будет иметь какой-то результат, уже тогда будет более подробно и можно будет на примере уже конкретном, таком, рассказать и последовательность действий, вот, и куда можно обращаться, и кто может помочь, и прочие моменты. Ну, и сам алгоритм, и какие могут быть варианты. Поэтому этот момент я оставлю на потом, попозже, когда эта ситуация разрешится, а разрешится она, я думаю, что в ближайшее время, вот, думаю, месяц или два максимум, поэтому после этого я ее уже соберу скажем так, все, все воедино и постараюсь описать во всех подробностях, чтобы это было как такой инструкции, такой пошаговой для тех, кто захочет повторить. Вот, поэтому на сегодня у меня все. Товарищу написавшему спасибо. Вот, если что-то будет еще, пишите. Также, если вопросы возникают, если нужно будет какие-то уточнения, пояснения, если у вас есть необходимость что-то донести до товарищей, а я воспринимаю всех, кто мне пишет товарищами, и, то есть, мы с вами, люди, делаем одно большое дело. Вы уже осознали. Те, кто пишет, как правило, уже осознают свое положение в этом мире, осознают свои интересы, и это хорошо, потому что появляются единомышленники, мы можем уже переписываться, мы можем уже контактировать, обмениваться мнениями и находить решения, и обмениваться опытом, узнавать ситуацию на местах. Поэтому я такие вещи всегда поддерживаю, и всех товарищей, и просто неравнодушных граждан, которые еще, может быть, не осознали, но пытаются понять, что же происходит. Призываю писать письма, рассказывать о ситуации, я ее буду освещать. Почтовый адрес мой будет, опять же, указан в описании к ролику, соответственно, буду ждать от вас новых сообщений. У меня еще письма есть, это на будущее, как бы, анонс. Еще письма есть, я еще подготовлю еще несколько историй, и, соответственно, выложу дальше. Вот от вас сейчас, зрители, в общем-то, жду критики, комментариев. Единственное, что, как бы, свитер это, там, освоим фотошоп, нарисуем новый свитер. А в остальном, то есть, прошу по конкретно. То есть, одежда, вы поймите, меня это не сильно интересует. Если вас интересует чисто фантик, то это вам не сюда. Вы можете смотреть первый канал, второй, третий, пятый, десятый. Там вам картинку покажут красивую. У меня не для картинки, а для сути событий. Мы описываем события. Как я выгляжу в кадре, для меня дело, ну, оно не самое главное. Я понимаю, что вам имеет значение. Смотрите, какой там, какой некрасивый товарищ, там, да, вот он, значит, наверное, ерунду говорит. Ну, это так, знаете, эти древние кто? Греки, да, считали, если я не ошибаюсь, да, что у них красота тела, значит, и красота души, да, объединялась так у них. А раз некрасивый внешний, значит, всё, весь товарищ добро пожаловать в ад. Поэтому здесь я прошу обращать внимание всё-таки на суть, а не на внешние проявления. Потому что вам очень красивый человек в костюме, в пиджачке, с дорогими часами может рассказывать очень много красивых вещей, много красивых слов, но ничего хорошего для вас это не сулит. На этом заканчиваю. До новых встреч, товарищи. Прилетариев всех стран, соединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова